А жизни? Можете задать. Только чтобы не ругались. Ни одного слова плохого, чтобы не было. Не-не-не, я больше никогда в жизни. Что делать, если ты слушаешь сектор газа? Ну давайте, откройте рот, сядьте правильно, и мы поговорим. А это кто? Что если слушать сектор газа? Ну это пошлятина. Что там еще скажешь? А это твой муж? Ну значит, вы нуждаетесь в том, чтобы вам рассказали о духовном, о смысле жизни? Очень. Ну так тогда уберите с рта эту повязку и сядьте прямо, я буду вам говорить. Не-не-не, я там с татану прячу. Нельзя-нельзя. Нельзя, значит. Ну ладно, до свидания тогда. Вставай, говорю. Вставай. Тебе сколько лет здесь? Не нахальничай. Сколько лет? Сколько тебе лет? А как вы? Да, в два раза старше вас. Ну в три, ну скажи сколько примерно. У меня восемьдесят. Через два месяца ровно восемьдесят будет. Долгих лет тебе жизни здесь? Да Господь дает жизни-то. Мою жизнь прожить вам едва ли удастся. У меня... Конечно, у вас здоровье будет. За слово Божие меня сажали сколько раз. Я тюрьму проходил. Мучения. Это звездочки есть? Звездочки. А зачем они нужны? Звезда одна. Господь говорит, звезда утренняя и светлая. Хорошо, Михаиловичу салам от меня. Да, добрый день. Нормально. Как дела? Как дела, спрашивают. Если с Богом, дела идут так, как Богу угодно. А без Бога это не дела, а мерзость одна. Надо дела иметь такие, которые светом называются, чтобы на суде Божьем за них в озеро огненном Бог не бросил. А дела какие? Милосердие, смирение, молитва, милостыня. Вот какие дела должны быть. Ну да. Вы когда последний раз в церкви были? Нет. А завтра Благовещение, Великий Праздник, а вы даже в храме не были. Еще нормально разве это? А через три недели будет Пасха Христова. Пасха. Вы когда? Будет приветствовать Христос воскрес. Что отвечает в ответ? Воистину воскрес. А умер за наши грехи. Господь Христос. Мы зашли в рулетку, видя, что сколько тут разврата, пакости всякой. Людям рассказать о Боге. Чтобы они, люди, задумались, испугались. Чтобы страх Божий имели. Грешники будут в аду с сатаной мучиться, где плач и скрежет зубов. А праведники в царстве небесном. Кто уверовал во Христа, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Приговор вечный. Вы когда-нибудь эту книгу держали в руках? Нет. А вы можете купить ее в церкви. Она издана по благословению патриарха. Здесь ответ на все вопросы. Какие у вас есть? Здесь 10 университетов. Ничего не значит по сравнению с написанным здесь. Здесь прошлое написано. Настоящее и будущее. Будущее до последнего дня на земле. Как развиваться политические события будут. Даже это знаем. Сказать? Ну, сегодня гегемоны борются за приоритет. Какая столица больше? Вашингтон или Москва? Столицей мира будет Иерусалим. А один царь будет над всей землей. Может быть, он будет называться президентом, но будет выдавать себя за Бога. И будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. Все. И тогда Господь придет с неба. И мертвые воскреснут. И тогда будет суд Божий страшный называется. Вы зарядите в Ютубе. Во свете Библии. Выйдите на наш ресурс. Во свете Библии. Запишите. У нас 14700 роликов. Во свете Библии. Быстро пишите. Сейчас откроется. Заряжай. Во свете Библии. Ну все. У меня вот брат записал. Игнатий Лапкин. И вы меня найдете. А по скайпу выйдете. Ну, сразу меня найдете под этой фамилией. Если у вас вопросы будут. По скайпу. У нас огромные, огромные ресурсы. Если запишите в свете Библии сайт. Зайдете на сайт. Там 38 томов моих книг. Как мы деревню православную строим. Вы там найдете то, чего нигде больше нет. Там 50 книг. А? Какой у вас возраст? Мой возраст 80 лет через 2 месяца будет. Город Барнаул. Город Барнаул. Тайский край. Город Барнаул. Вот если по скайпу зайти. По скайпу побеседовать. Возьмите товарища с собой. И Игнатий Лапкин напишите. Я один с этой фамилией. С этим именем. Если вопросов нету. Я отхожу от вас. Хорошо. Нет. Все. Спасибо. Все. Пока. С Богом. Так верить ты. Выйди оттуда и поверишь. А что спрятался то? Вылазь по хорошему. Вот так. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я вот верю в Богу. Слава Христу. Завтра будет Благовещение. Вы знаете это? Да. Это каждый день будет. Завтра Благовещение. Седьмого. Оно в числе. Надо в храм сходить, помолиться. Ладно, ладно. Смотрите. Вот у вас такая книга есть? Есть. Есть. Их считали? Да, читал. Там написано, что за наши грехи Христос умер и воскрес и снова придет судить этот мир. Он придет, да, по нашей книге тоже он придет, но он уже не умер. Он умер, умер, воскрес. Распятый на кресте. Ты крест-то видел везде крест-то? Крест-то его прибили, примотали. Его прибили, да. Да. Как него, как него, он именно распятый был. Караула, который караулил, и того придили, а он сам-то в это улетел на небес. Нет, он сорок дней являлся, сорок дней, сорок дней являлся и вознесся, воскресший, не с этим телом, а с обновленным. Ну, он вернется. Да. А потом вернется. Он, он Бог или... Он второе лицо Святой Троицы. А Бог единый, Бог единый в трех лицах. Он Бог или... Он Бог. Бог и человек. И оно Бог и человек. Нет, он человек, он пророк просто. Он пророк, человек, и одновременно он Сын Божий. Он не рождает и не рождает, и не был не рожден, как рожден. Да. До свидания. Ну что ж, если вопросов нету, тогда заходите на наш ресурс в Ютубе, в Отсвете Библии, зарядите. И там прочитаете много. У нас 14 700 роликов. Во славу Божию. Слава Христу. Слава. Ни одного плохого слова, чтобы не сказали. Обещаю. Так. Если у вас есть вопросы, тогда говорите. О Боге, о вечности, о жизни своей. Какие-то вопросы есть у вас? Нет. Спасибо. Православные христиане пришли сюда людям прочитать Евангелие, возвестить, потому что тут много греха. Безобразничают. Открытые, голые, совокупляются. А мы вот сегодня пришли радостно из храма, завтра Благовещение Божьей Матери. Такая радость. Уже скоро Пасха будет, весна, снег растаял. И мы за все Бога благодарим. У вас какие вопросы, может, есть? А вы где живете? Я отвечаю по этой книге. Это город Барнаула, Тайский край. Игнатий Лапкин. Это общежитие какое-то, что ли? Вы поближе к микрофону, чтобы хорошо было слышно. Поближе. Покорней, что ли? Мы людям возвещаем о скором пришествии Христа. Господь умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. А люди не верят и безобразничают. Неверующий будет в аду мучиться в деянии с сатаной. А верующие будут в Царстве Небесном. Я коротко говорю. Так говорит нам Святая Библия. Так учит Святая Православная Церковь. Если у вас есть вопросы, можете задать. Да нет вопросов. Да не может быть. Вы просто стесняетесь, может быть. Как спасти душу свою, чтобы не оказаться с дьяволом в озере Огненном? Что нужно для этого сделать? Это вопрос из вопросов. Молиться, наверное, не веровать. Да. Господь послал учеников и говорит, идите проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих, говорится, «Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И мы пришли сюда, мы молимся, Господи, пошли добрых проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести, Господи, о любви Твоей. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына, Своего единородного Иисуса Христа на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Завтра благовещение, радостная весть. Благовещение. Православным разрешается рыба завтра. А в остальные дни? А в остальные нет, семь недель. Масло растительное разрешается только в субботу и воскресенье. А в такие дни? А в такие дни постная. Семь недель до Пасхи, Великий пост называется. А вот сейчас на этой неделе, вот следующая, пятая неделя будет, самое длинное моление будет в среду вечером. Канон Андрея Критского полностью считается. Земных поклонов будет около 500 поклонов. Это что? Четки, четки. Сколько поклонов сделать? По 10? 10 по 10. Четки есть у буддистов, есть у мусульман, у всех есть. Ну, может не такие, у нас 100, там у мусульман 50, а у буддистов 108. А почему 108? Потому что это псалом. Вот такая книга есть в Библии, в середине, называется Псалтырь. Псалом. Вот здесь вот. И это псалом проклятия. Вот почему. А один такой псалом, который проклинает отступников, предателей, проклинает до десятого колена. Вот так. Вы можете зайти на наш Ютуб. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Не, я как-то заходил на этот. Седьмой ангел. Нет, нет, это не то. Это православный наш. У нас 14 700 роликов. Не, а седьмой ангел это что? А это совсем к нам не относится. Это адвентисты седьмого дня. Еретики, сектанты. Они, по-моему, христианские фильмы там. Но они тоже христиане считаются. Сектанты. Адвентисты. Субботники называют их. Адвентисты седьмого дня. АДС. От Елены Уайт идут они. 1841 год. За рождение их. Это секты, ересь. А мы православные. Открытая святая православная церковь. У вас как называется канал? На канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот зарядите. «Во свете Библии». А потом напишите «Игнатий Лапкин». Это мои данные. «Игнатий Лапкин». И вы сразу откроете. «Игнатий Лапкин». Я готов в Котсомольске на Муре. Так. Ходил в это... Зашел к адвентистам седьмого дня. Да. Вот я про них и говорил сейчас. Мы по субботам не работаем, хоть убейте нас, но по субботам мы не работаем, а работать не будет. Я говорю, хорошо, вы по субботам не работаете. Но вот вы здесь собрались, и у вас свет горит. Сегодня суббота, вы собрались на субботу. Свет горит. Мы должны работать, чтобы он горел у нас. Но он ничего мне не отвечает. Он должен был ответить так. Кто работает там, тот неверующий, а им все разрешается. Но если уже на то пошло, так, по-настоящему, они не должны были бы включать даже. У нас там знакомые, адвентисты работали, а он сторожем. А в субботу огонь нельзя разводить. Так он заранее заготовил, только в субботу спичкой чиркнуть. Узнали старшие братья и запретили ему это делать. То есть сиди в холоде, но соблюдай закон. Они крепко веруют. Если все будут адвентистами, то как же они в субботу будут, что, весь день без света сидеть, что ли? У меня брат служил в Москве. Он сейчас священником. И у них там было 27 дня. Парень хороший. И его узнали, что... Иди в субботу работать. А он говорит, в субботу нет, я в воскресенье пойду. Нам не надо воскресенье. Вот безумная власть-то какая. Он бы сколько делов сделал. Они его сажают на 5 дней. Он сидит там на губтвахте. Выходит в пятницу. В субботу опять не идет. Его опять сажают. И он просидел всю службу. Ну, власть-то до чего? Дурная-то. Он бы в две смены работал. Только субботу оставьте. А им надо сломать его. А он не поддается. Он потому что верит в это, что нельзя работать. Мы-то работаем. Мы верующие. Ну, у нас в воскресенье нельзя работать, да. Ну, нельзя. А если разрешается три работы делать? Это сторож, врач и животновод. Все. А если внезапно крышу раскрыло, тогда и в воскресенье. Ну, нужна какая-то. Явно. Хорошо. В воскресенье человек должен нельзя работать. Но он должен быть на службу в храме. Его же должен кто-то привезти. Правильно. Кто-то. Кто-то привезти. А нам не надо. Мы строим с нуля православную деревню. Мы пешком ходим. Не, ну, я не везу в городе. Ну, и в городе. Дальше сел. А кто шофер? Шофера, который работает, это люди неверующие. А поэтому неверующие, я за него не отвечаю. Как вам этим вы выступаете, чтобы все были верующие? Я вам отвечаю. Мы гадать не будем. То, что есть, то берем. Я ничего, никого не обидел. Автобус идет, я сел, заплатил, поехал. Сами в этот день мы не работаем. А свет идет, пусть не работает. А на границе стоят. Все работает везде. И уголь добывает, и доминая печь, их не потушишь. Там работает. Милиция охраняет. Полиция. Это те, которые не веруют. Верующий там работать не будет. Я беру такую работу специально, чтобы мне не нарушать праздники. Даже я в заключении, когда был за Слово Божие, и там старался не нарушать. Но меня заставляли. Вы выступаете за то, чтобы все были верующие? Ну да, теоретически, да. Практически-то этого нет. Но вы ведь хотите, чтобы все были верующие? Ну мы хотим дальше. Кроме хотения-то надо, чтобы исполнилось. Но если все будут верующие, то... Ничего нет. Храмов будет больше. Будем ходить пешком. Огонь не будем зажигать. Мы не умрем, если все верующие будут. Не будет грабежа, не будет милиции. Даже вообразить нельзя, какая будет жизнь. Ни насилия, ни абортов, ничего не будет. За время только перестройки 20 лет. В России убито. Вот на рейте матери. 120 миллионов. Вот плоды безбожия. 120 миллионов абортов. А в России, когда аборты не делали, ежегодно был прирост. Живой прирост. За высчитан мертвых. 3-5 миллионов. Каждый год. А суд каждый год миллион убирает. На убыль идет. Страна-то вся уже обезлюдила. Мы ездили вот до Востока. У меня 38 томов вышло, книг. Я решил подарить библиотеке мира. Из Барнаула мы доехали до Лоди Востока. И мы эти новые дороги посмотрели. Путинская дорога, говорит. Он сам там проехал. Говорят, это для переселения народов. Уже ругают его. А я думаю, пустая земля. Почему не дать доброго Японии? Выделили ей по размеру их островов. Они облагородят. Ну, чтобы соблюдали российскую конституцию. Ну, как Татарстан. Живут же Чечня. Со своими там национальными обычаями. Это не моя мысль. Это Владимир Вольфович Жириновский говорил. Понятно. Ну, ладненько. Я уставший сегодня. Тяжело. Если вам нужно будет в скайпе меня найти, побеседовать. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Вы меня найдете. Да. Игнатий Лапкин. Запишите. Да вот я записал. Все. Пока с Богом. До свидания. Игнатий Лапкин. Да. С Богом. А уставший пока. Да. До свидания. До свидания. Продолжение следует...